привет мои хорошие сегодня расклад на два варианта и в комментариях недавно попросили сделать именно на браслетах собственно делаю к тому же есть браслет который я еще не показывала это таких вот зелено-бирюзовых наверное тонах под золото фурнитура и второй браслет это под серебро и камни серые с серебром да и сама фурнитура ваша задача выбрать браслет либо первый второй вариант я надеюсь что я вам не создала очень сложного выбора хотя если допустим меня попросили бы выбрать какой-то конкретный браслет я бы затруднилась потому что мне они нравятся оба и я ношу все эти украшения они у меня не просто лежат и в пир и в мир и в добрые люди я люблю чтобы у меня на руках украшения были на пальцах да не особо люблю на шейные украшения ну вот серьги браслеты кольца это вот мое все хотя и шейные тоже ношу ну не так часто либо не такие массивные и объемные смотреть сегодня буду на золотом таро арт новом она золочением то есть у нас сегодня такое наверное дорого-богато да как говорят такое видео и мастерицу многие уже знают это светочка зенченко кто с ней не знаком по вдохновляться работами посмотреть что она делает я оставлю ссылку в комментариях ссылку в описании и тайм-коды тоже будут в описании для первого и для второго варианта я надеюсь что вам хватило времени выбрать свой вариант или браслет который вам понравится кстати напишите мне в комментариях какой вам понравится больше я вам на этот вопрос ответила я не могу здесь выбрать потому что но на мой взгляд они оба хороши и каждый хорош по-своему шикаре но возможно кому-то из вас определенный браслет приглянется больше мне будет интересно послушать ваше мнение ну и давайте начиная с первого варианта или с первого браслета насколько я помню это ониксы хотя я в натуральных камнях девочки не особо разбирают это надо у света спрашивать вот но тем не менее даже если не разбираюсь на что с удовольствием мне кажется одно другому не мешает ну и давайте начиная сигнификации мы посмотрим что спешит вашу жизнь что вам готова подарить судьба или высшие силы кому что ближе потому что кто-то полагается на судьбу кто-то на высшие силы если вы полагаетесь на что-то иное да на какой-то другой источник то вы держите его в голове что может быть это проведение да там или может быть я не знаю что вам подарит ну что-то свое собственное да сверхъестественное именно эту тему мы и спорим и так в какой ситуации вы находитесь в данный момент а сейчас находитесь в переваривании информации о какой-то неприятной ситуации сообщили вам или вы прочитали или вы подслушали здесь все может быть но есть информация что либо закулисные игры либо информация которая вот-вот должна быть озвучена а вы ее уже знаете заранее также это может быть речь о предательстве о измене о нечестной игре и сейчас находитесь как раз таки в такой ситуации когда вы обдумываете да и принимаете решение что мне теперь делать с этой информации ей ну да и вы но здесь собственно карта из и сказали то что я еще не вытащил как это бывает часто поток бежит впереди карты озвучиваешь только потом ты достаешь карты здесь ситуация когда вы сейчас вправе принять свое собственное решение ваше решение здесь будет основана не на эмоциях это будет не спонтанное решение такое ощущение что как будто бы вы заранее к этому готовились возможно это подсознательный какой-то момент что вы в это не верили но как-то информация она уже в голове было на что что то такое может быть потому что я здесь не вижу эмоций которые бы показывали вашу какую-то суету я не вижу здесь ничего такого что подтолкнуло бы меня сказать что у вас там сомнение у вас терзание вы не знаете там в какой угол вам сейчас бежать здесь размеренное обдумывание информации здесь принятие решения и а то решение которое вы примете вот поверьте оно для вас будет абсолютно верным принципе то любое решение которое мы принимаем она абсолютно верная для нас потому что это наша жизнь и я это часто повторяю но здесь еще и карта справедливости то есть вот да будет тогда вот или будь по моему вели здесь такой момент когда вы сможете разумно распоряжиться распорядиться теми вещами о которых вы знаете и вот той информации которая сейчас у вас есть будет согласно ей и вот и согласно вашим размышлениям будет принято действительно справедливое решение для кого-то здесь отыграется что вы находитесь бракоразводном процессе да или вы сейчас увольняетесь работы из-за каких-то ситуаций до с которыми вы вы не согласны или вы узнаете что против вас там готовится какой-то там я не знаю заговор диверсия все что угодно да ну вы сейчас четко знаете что это происходит и вам с этим нужно сейчас что-то делать но действительно здесь забегая вперед хочу сказать что вы здесь умничка разумничка и решение вы здесь примите правильное которое вас здесь в дальнейшем видите королева кубков принесет вам это решение удовольствие или понимание что это правильный был вариант возможно даже сейчас нет уверенности что вы поступаете правильно но только в дальнейшем на со временем когда вы уже будете видеть результаты принесенные вашим решением вы скажете да это было правильно и мне после этого решения или от этого решения стало хорошо но раз здесь такая четкая конкретная ситуация которая в дополнение здесь она уже не нуждается конечно у каждого здесь будет свой нюанс вот но таких ситуаций с такими ситуациями не все в данный момент столкнулись и какая-то здесь ситуация кто-то точно чувствует что это какая-то кармическая или это какая-то судьбоносная ситуация именно от этого решения будет зависеть дальнейшая жизнь что если вы так думаете я с вами здесь тоже соглашусь потому что справедливость но здесь и карта кармического порядка она в том числе тоже является давайте так досмотреть что спешит не не будем сегодня делать длинный расклад экспресс наверное вариант будет но чтобы немножечко посреди что сейчас пишет вашу жизнь или подарки наверное судьбы которые спешат покажут карты и так что спешит вашу жизнь девочки прошлое здесь спешит вашу жизнь и более того она уже как-то заявляет о себе с вами связываются или с вами здесь пытаются связаться и если вы этого еще не видите визуально да не можете как мы говорим там потрогать пощупать попробовать на зуб то вы это чувствуете вот как будто бы между вами и кем-то натянулась невидимая нить и вы ее еще и визуально не можете идентифицировать но вы уже как-то подсознательно чувствуете что-то произойдет и это уже что-то знакомое с этим вы действительно если это человек то вы с ним были уже знакомы и причем здесь для кого-то очень 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 давно если это событие то это событие вы уже проходили и могли так что все я это допустим это событие оставляю если вдруг в жизни что-то маякнет появится похожая дай или то же самое я с этим буду что-то решать знакомы вы с этим безусловно и это не то что с чем вам придется знакомиться да там человек или ситуация вы уже в принципе друг друга знаете да для кого-то в лицо для кого-то там не понаслышке ну девочки смотрите это та ситуация которая в свое время принесла вам разочарование и та ситуация которую вы помните здесь до сих пор просто со временем здесь хочется сказать быльем поросло и вот особо то уже переживание не да вот как-то ровно давайте посмотрим зачем это спешит вашу жизнь причем это почему говорю это потому что это может быть человек а и это может быть события но в любом случае в каждом событии замешаны люди вот и и их может быть несколько да вот поэтому я говорю это но девочки это давно пыталась проникнуть вашу жизнь давно собиралась то только вы здесь держали оборону оборона в каком виде еще могла быть вы поменяли номера телефона я не знаю сменили имя фамилию сменили место жительства работу то есть вас какое-то время сложно было найти это в частных случаях поясняю как это может проявляться и события там или человек пытался вернуться в вашу жизнь но конкретных данных там и координат до на карте не было а тут появилась потому что сборы здесь были долгие и путь здесь уже проделан долги потому что мы уже здесь по факту видим результат рыцари пентакли медленный очень товарищ да вот как ни крути он намеренно идет он добивается своих целей но уж хочется ему вот лишний раз там его его коню до что-то там скипидаром намаза чтобы уже скорости здесь добавить для кого-то девочки здесь проиграется что вы держали оборону не хотели общаться уклонялись от общения от я не знаю от переписки но вот в свое время видимо плюнули на и подумали что да и ладно да будет что будет посмотрим не буду больше сопротивляются да там не буду или допустим ситуация когда вы заблокировали человека или определенный круг лиц вот а то вдруг какое-то время назад вы сняли этот блок да а тот то человек либо те люди вас мысленно в покое то не оставляли им все равно хотелось с вами связаться потому что это такое действие которое длилось довольно таки долго и вот наконец-то здесь появляется возможность воплотиться в вашей жизни да вот всем сегодняшним не мне но здесь события будут ближайшего будущего здесь максимум девочки максимум до трех месяцев но это самый максимум обычно здесь неделя две недели месяц ну и полтора до 3 месяца это прям самых самых крайних запущенных нам можно сказать случаях вам именно девочки здесь возвращение этого прошлого принесет чувство самодостаточности чувство я даже сказал самоудовлетворение и чувство довольства собой вы почувствуете свою значимость в русле этих событий до или в концепции данного человека вы поймете что вернулись не просто тогда или вспомнили про вас не просто так а потому что вы нужны вы важные там или допустим любимый человек да там самый умный или человек без которого ну невозможно жить и решать какие-то там с это может быть повседневные либо экстренные какие-то моменты что еще вы должны знать о этом событие которое спешит вашу жизнь вы какое-то время это девочки действительно ждали что она случится хочется сказать что вы ждали этого гораздо раньше чем она произойдет либо уже происходит потому что для кого-то эти события уже проигрываются сейчас и сейчас получается вы получили желанное да вы себя похвалили вы сама для себя стали ну вот на ступеньку может быть выше да в своем самомнении самооценке и это хорошо это неплохо но по факту понимаете что да наверное уже не надо да да наверное мне это уже не интересно да мне уже наверное не хочется для тех девочки у которых это событие еще не наступило а наступит говорю для ну для того чтобы вы были в курсе да даже если вам прям сейчас хочется и горит и это случается через какое-то время здесь как будто вы знаете вот такого послевкусие разочарования что не вовремя и дорога ложка к обеду да собственно когда эта ложечка нашлась то она уже не нужна дано осадочек остался зато эта ситуация подтолкнет вас какой-то своей собственной идеи ага вернулся человек или повторилось событие и у вас начинается мысль а не сделать ли мне да или допустим а не пойти ли мне они там позвонит ли мне кому-то да дальше вы уже здесь будете затеивать свою какую-то собственную игру ну здесь по дьяволу да здесь будьте осторожны потому что дьявол нам не только дает а какие-то искушения там и моменты которые нам нравится но он забирает и забирает как правило эмоции как правило силой но сей силой когда ты как выжатый лимон да вот эта сила имеется ввиду энергии настроение вот поэтому всячески вооружившись до идеи что-то делать вот что-то вершить помните что не перерасходуйте свои силы и не вкладываетесь в то что вы себе придумаете опять же у каждой будет по-разному да кто-то сидом бизнес придумать кто-то на свидание там давно звали пойдет кто-то на работу будет устраиваться а кто-то скажет а я хочу в отпуск спонтанно любое здесь будет начинание идея да здесь даже не то что вы это начнете делать да а это первый шаг к тому что после мысли приходит идея и вот он план действий до который вы себе будете расписывать там или создавать имейте ввиду что прям сильно эмоционально туда не вкладываетесь и корни не пускайте потому что потом как я уже говорил да вот некоторые последствия виде выгорания там расстройства вот относитесь к тому что вы здесь придумаете да кто идея которая возникнет так вот спокойно для удовольствия не для того чтобы шарахнуть да вот эмоциями по самой себе а чтобы получить удовольствие да удовольствие тоже можно получить прям вау-вау-вау да это как активный отдых после которого в два раза дольше приходится отходить и отдыхать вот так вот примерно и дьявол до активный отдых вроде бы ты удовольствие получаешь а потом сил это иссякают ну вот такой у нас сегодня получился расклад я надеюсь что вам было интересно я напоминаю что кому кто тоже столкнулся с выбором браслетов но выбрал вот например зеленый напишите на по какой причине вы его выбрали это сугубо женское такое мое любопытство потому что к украшениям отношусь но очень так трепетно очень я все это дело люблю и мне всегда а сложно сделать выбор там или или вот если вы с этим выбором справились то какие у вас были аргументы я желаю вам мои хорошие всего самого наилучшего я желаю чтобы долгожданное событие вашей жизни произошло как можно скорее чтобы все получилось и просто не перерасходу эти свои силы а у нас позиция номер два и браслет серебристый сегодня расклад будет не обширный довольно таки сжатый и напишите мне пожалуйста почему вы выбрали именно серебристый браслет это такое мое женское любопытство просила и в первом варианте вот и прошу сейчас потому что мне дюжи любопытно у меня всегда с этим сложности мне сложно выбрать особенно в свете на браслетах каждый прекрасен по-своему и я не знаю как я это удается ну творческий талантливый человек я такую красоту точно собрать не смогу дай мне все эти бусины и буду сидеть смотрите не понимать что от меня хотят ну и давайте что спешит вашу жизнь сигнификация конечно же что сейчас происходит вашей жизни быть или не быть здесь вот в чем вопрос есть ситуация есть идея готовы действовать а теперь и думайте она дано или нет как перегорели девочки как момент что а почему мне это не пришло в голову раньше да или почему я за это не взялась раньше не пришла идея раньше не подумала раньше и вроде бы сейчас бери додействует но только видите здесь голове что из этого получится а может быть уже не интересно а может быть я уже и не хочу погружены погружены в сомнение вот я говорю здесь перегори также здесь для кого-то подыграет ситуация что здесь настолько устали уже разочаровываться что принимаете важное решение но только вас это тормозит что может быть еще здесь знаете а пусть побыть но даже в страданиях до либо я сейчас все это закончу и получу пустоту на и буду на стены лезть там от одиночества для кого-то и так но здесь дьявол и тройка мечей я если мы смотрим на характеристику личности это больше на эти похоже на на человека жертву который не может променять свои страдания на какой-то спокойный образ жизни потому что уже к этому ты привык да и ты не понимаешь что ты без этого будешь делать это и абьюзивные отношения это и ситуация когда вы готовы терпеть многое опять же тоже ради чего-то своего но то что вы терпите это гораздо гораздо больше дачами ну те бонусы те дивиденды которые вы получаете взамен и сейчас а вот согласно да вот в купе всей этой ситуации появилась какая-то новая вводная да там новый человек или новая идея или какая-то ваша мысль но вот я говорю здесь раздумья но почему раньше не поняла там не увидела или не узнал да почему мне раньше об этом не сказали как будто бы можно сейчас в этой ситуации что-то и сделать вроде бы уже не надо можно начинать раскручивать совсем в другую сторону вашу ситуацию а будет ли мне от этого хорошо да вот такая какая-то прострация и вот вот переминание с одной ноги на другую хотя я скажу здесь душа ваша эмоции ваши да вот они вот просто я не знаю фарш вот мелкой фракции здесь перемолот и сказать что это что-то цельное я здесь не могу дьявол он всегда выматывает да и и всегда выдирает из человека много чего и эмоции да и сил и настроение и все что угодно и вы в свое время получили то что вы хотели для кого-то это деньги там лихие какие-то да для кого-то это страстные отношения для кого-то там я не знаю там работу там или карьеру мечты ну а по факту с чем вы столкнулись с тем что это вам уже удовольствие то и не приносит а вот за что боролись на то и напоролись дьявол дает но и забирает и забирает в плане энергии очень-очень много что еще здесь раскладе у нас извиняюсь за стуки даже не знаю откуда они идут до источник их как будто дятел какой-то поселился что еще здесь что еще планы здесь сейчас параллельные здесь и здесь есть две ситуации одна ситуация которую мы построили вторая здесь четко связано с планированием либо работы либо допустим я сейчас поработаю там заканчиваю там до определенного дня до и у и ухожу вот для для кого-то это организация тем либо реорганизация своего рабочего процесса все что связано с действиями и получение за этого за это материальное его вознаграждение то есть это параллельная мысль да что сделать так чтобы было лучше чтобы это было перспективнее чтобы это надолго вот но здесь такие вот абсолютно спокойные размышления и для тех кто сомневается они поступали я как-то поспешно да там и или не осмотрительно я хочу сказать что здесь карты абсолютно спокойные и по звезде они действительно пусть не прям сразу вот но по прошествии какое-то время действительно покажут вам что то что вы делали это было не зря и это было не напрасно а те кто сейчас сомневается вот находясь в этой ситуации что мне еще здесь сделать обратите внимание на свою работу на свою деятельность на ту сферу чем вы заняты даже если это хобби я хочу сказать это то хобби которое вы в дальнейшем можете превратить свою работу так потому что кто-то может быть думает что я там очень хорошо вяжу крючком да но я там допустим дарю там или там я там складываю на полку вы этим вполне можете зарабатывать поэтому обратите на это внимание для кого-то это уже действует для кого-то это будет маленькой подсказочкой в раскладе потому что не всегда бывает так что расклад ложится как платье сшитое именно по вам но вот в тех моментах в которых не сходится многие подписчики и спасибо вам большое что вы пишете ловят какие-то идеи или какие-то инсайты до щелкнет что-то в голове а я же об этом думала да а я у меня мысль крутилась голове и я не могла понять да что сейчас делать вот она поэтому обращайте внимание даже на то с чем расклад не резонирует возможно это тот путь который вы хотели найти услышать но пока не получалось ну и давайте мои хорошие смотреть что ждет вас дальше до что спешит вашу жизнь или что подарит вам судьба всевышний во что вы верите конечно по картам будет видно это то что спешит или это будет как дар до небес туз пентаклин например да нам точно скажу что это вознаграждение мы посмотрим что это будет но в любом случае что спешит вашу жизнь успех спокойствие размеренность не зря здесь карты показали что особенно те кто не пока еще не понимает что делать в этой жизни обратите внимание на деятельность на свою да на работу на хобби и так далее потому что здесь вот это вытекает точнее вот это вытекает из планомерных действий здесь тот момент что то что спешит вашу жизнь это сделано вашими же собственными руками здесь я не наблюдаю чудес потому что ну можно сказать если вас увидит какой-то знакомый тому там я не знаю ваша подруга там ваша знакомая приятельница спустя время она просто удивится да и на действительно скажет ну надо же да как такое возможно или как такое случилось но только для вас это будет немножко иронично и немножко смешно потому что вы точно будете понимать что чудес то в этом никаких нет чудеса это собственно ваши руки ваша голова до ваши ноги и потраченное время и и усилия для того чтобы реализовать то что вы реализуете спешит вашу жизнь девочки полностью как это правильно называется когда человек может сам обеспечивать все свои потребности здесь даже не самодостаточность девятка пентаклей здесь не совсем уместно это порой сталкиваешься с таким с такой ситуации когда вот слово она у тебя где где-то на подкорке сознания а ты его поймать не можешь вот девочка простите такая ситуация и сейчас ну вот самообеспечение самодостаточность вот вместе если эти слова соединить вот это и будет вот то самое слово кто понял какое-то слово напишите мне пожалуйста в комментариях что-то то ли жаркая погода то ли еще на меня подействовала не могу это слово поймать и чтобы не мычать не бегать не мекать да вот два слова которые можно объединить здесь шанс который вам предоставляется возможность когда у вас есть все ресурсы и все что вам для этого необходимо она уже у вас сосредоточено ваших собственных руках да это не чудо девочки да это не дар это не подарок хотя это подарок наверное самой себе за за то что я наконец-то такая молодец я умничка я в свое время позаботилась и здесь мы имеем ввиду девочки все таки вот материальная это пентакливые карты и королева пентаклей она никогда не ходит с протянутой рукой это та женщина которая всегда рассчитывает на себя да вот как самообеспечение такое она сама себе все что нужно купит все что нужно организует все что нужно подарит это такая женщина которая не нуждается в чьей-то такой помощи особенно финансовой это такая женщина который на ее нужды дам и на ее потребности ей всегда хватает она знает где эти деньги достать и если вы сейчас только в полушаге от того чтобы подумать над своей там рабочей профессиональной деятельностью там или из хобби пусть это даже идея они заняться ли мне там я и я не знаю там вязанием прическами да там я не знаю там еще чем-то девочки здесь чем угодно и причем здесь может выстрелить и выстрелит что-то дистанционное да какие-то дистанционные услуги может быть но девочки все что в вашей голове возможно и особенно да все что можно передать на расстоянии там советы помощь какую-то вот этого здесь вы можете монетизировать не бойтесь ситуации когда у вас нету допустим прямого работодателя да есть какие-то посредники и вы через человека посредничество здесь тоже в том числе потому что это тот путь который приведет вас к зацикленности да когда вы будете точно знать что мне нужна определенная сумма и я и знаю где и заработать да и и и или я знаю каким образом заработать или я знаю сколько мне нужно времени поработать на чтобы получить то что мне необходимо полностью независимость здесь у женщины вот это то что мои хорошие спешит вашу жизнь давайте еще добавим ну как я вам уже сказал это не чудо чудо вы здесь сами чудо это то что у вас есть мозги у вас здесь есть идея и у вас есть желание двигаться по этому пути может быть действительно к я уже сказал да кто-то вас 3 скажу надо же каким это не невероятным образом тебе наверно повезло там или еще что мужика там богатого встретила да как любят они тушкина вот сама своими мозгами своими руками своими силами все себе сделал никаких тут богатых мужиков и рядом нет вода карта мага сама знаю умею и делаю хорошо давайте смотреть что вы должны знать о этом событии помимо того что вы сама себе здесь фея волшебница что еще важного ну девочки ведь результат не заставить себя ждать как только вы сделаете шаг в сторону этого события в сторону того чтобы сдвинуть до с мертвой точки там идею начинание там звонок нужному человеку так сразу здесь результаты и будут проявлять не заставить себя ждать результаты если вы не будете ждать а будете действовать да вот две карты две карты которые вот прям вот очень хорошо сплетаются друг с другом результаты не заставить себя ждать если не ждать а действовать так что мои хорошие я желаю вам успеха во второй позиции здесь у меня собрались девочки которые действительно сами волшебницы в своей собственной судьбе сами могут себе сделать все что они хотят и дать себе то что вы хотите не скупитесь на себя не говорите ай потом да ай завтра завтра действительно может не наступить для каждого из нас и вы должны это знать и жизнь она происходит сегодня и сейчас не в прошлом в прошлом все возможности закончились прошлое не вернуть время самый драгоценный ресурс который безвозвратный к сожалению у вас есть сегодняшний день и у вас есть настоящее и вы можете в сегодняшнем дне сделать себя уже сегодня счастливой и попробовать да все конечно на судьбу да кто полагается на высшие силы на свой собственный физический ресурс конечно все на откуп этому да я сняты необратимые моменты которые ну увы да сегодня был человек завтра нет не хочу говорить о грустном но мы тоже должны об этом знать есть жизнь есть смерть и мы не знаем когда будет тот самый день для каждого из нас и поэтому те кто откладывает завтра послезавтра и так далее вы многое теряете в своей жизни когда вы можете быть счастливы и сейчас или что-то уже начать сделать сейчас и по прошествии какого-то времени еще самой себе или самому себе сказать спасибо что вы это сделали тогда и у вас уже есть какой-то результат они только-только приступили так что я желаю вам успехов я желаю вам вот прям вот еще большего пороха такого вот внутреннего чтобы помочь вам разжечь желание силы эмоции вот пожалуйста действуйте вы поймете что это было вам нужно что вы именно так хотели и это было правильно сам себе ведь хозяин сам себе начальник сам себе господин что хочу девочки то и творю маг вы сами знаете да это какая карта он сам и волшебник и мастер и манипулятор и все что хотите в одном флаконе когда поймешь что ты личность да личность которая может многое вот это его я вам и желаю все мои хорошие я надеюсь что вам понравился расклад о эмоциях впечатления конечно же расскажите в комментариях мне это всегда важно какие-то темы которые редко делаю либо еще не делала никогда мне важно посмотреть отклик моих дорогих зрителей моей аудитории и все что работает все что интересно я конечно это делаю периодически там какие-то темы почаще которые можно делать почаще все чтобы вы находили черпали для себя полезную информацию до встречи в новых видео пока пока